Друзья, всем большой привет! С вами Юля. Мы не виделись уже давно, несколько месяцев и мне даже недавно написали на электронную почту, узнали почему я не делаю видео. Вообще заметила, что на летние периоды я немножко выпадаю из этой деятельности. Есть еще ряд причин, по которым не создавала ничего, не вела контент. Это семейные обстоятельства. Сейчас я живу в основном в Сибири и приехала в Польшу буквально на неделю, чтобы продлить визу. Об этом я чуть позже расскажу. Также я хотела бы рассказать в этом видео об аренде квартир. Буквально два месяца назад мы этим занимались и думаю сейчас возможно это может быть актуально, потому что период огромной эмиграции, особенно граждан России в связи с мобилизацией. Надеюсь это видео поможет как-то сориентироваться по ситуации тем, кто все же планирует сюда приехать, возможно в Польшу, Германию или другие страны. Вот это что касается аренды квартиры. Да, расскажу как сказала, как я буду продлять свою визу, потому что Виталий уже получил вид на жительство. Виталий, кстати, это мой муж, кто не знает, а я еще нет. Буквально еще пару слов о хронологии событий, потому что последнее видео выходило из Португалии и у меня еще куча материала из этой страны. Поэтому обязательно смонтирую, очень хочу поделиться тем, что там происходило. Страна вообще невероятная, нереальная и обязательно сделаю видео, буду как-то чередовать, не знаю, с теми, с теми ситуациями, которые происходят у меня сейчас из Польши или из Сибири. В общем, посмотрим, как это все будет. И из Португалии мы в июле вернулись, надеюсь слышно, машина проехала из Португалии, мы в июле вернулись в Польшу, в Краков, сделали там все дела, переехали во Вроцлав, мы сейчас здесь, кто не знает, и искали целый месяц квартиру. И как только арендовали, я сразу же поехала к родителям в Томск, в Сибирь. Кстати, там я тоже уже снимала видео, но руки не дошли смонтировать, так что ждите, обязательно будет. И если вам интересно вообще что-то узнать о Сибири, задавайте ваши вопросы, пишите в комментариях, я сориентируюсь тоже по вашим просьбам, желаниям и постараюсь что-то сделать. Ну и про аренду квартиры тоже немножко скажу. Вот мы когда приехали раньше, вот год назад мы искали квартиру на трех сайтах. На сайтах ГУМ3, ОЛХ и ОТОДОМ, в этот раз в июле сайта ГУМ3 не оказалось, и вот пользовалась двумя сайтами, но еще подписчики мне дали два телеграм-канала, где выставляют квартиры. Вот один телеграм-канал дублирует то, что есть на ЛХ и ОТОДОМ, а другой, ну не знаю, там еще какие-то варианты предлагаются. Поэтому все прикреплю внизу в описании под видео. Обязательно смотрите, кому нужно. Я дошла до халы Стувечья. В этом районе я живу, в районе халы и зоопарка. Вот пойду туда дозапишу, потому что там просто тихо, а вдоль дороги идти, возможно, меня будет не слышно. Да, здесь тихо, спокойно прогуляемся, с вами поговорим и поеду. Не буду рассказывать все подробности аренды квартир, об этом я записывала видео, прикрепляю ссылочку вверху на экране, вы видите в правом углу и тоже прикреплю ссылку под видео. Наверное, основное, что могу упомянуть, сравнивая аренду квартир год назад и сейчас, то что цены действительно выросли. Нет, они даже не выросли, они просто взлетели и устремились в космос. Потому что разница, разница в сумме, которым мы платили год назад и сейчас, она достаточно существенная. По моим подсчетам это примерно 25-30 процентов. То есть мы обычно снимаем двухкомнатную квартиру, спальню и зал. Не важно, кухня отдельная или совмещена. В общем, примерно в среднем такая квартира обходилась, что в Кракове, что во Врослове примерно. Диапазон цен одинаковый где-то, так дайте вспомнить, наверное, от двух тысяч злотых до трех примерно, в зависимости от квартиры естественно, потому что они бывают разные. А сейчас уже, наверное, ну меньше двух восемьсот. Мне кажется, сложно найти какое-то удобное жилье. Вот. Поэтому сейчас я бы сказала, что диапазон цен на квартиры, от двухкомнатной квартиры, ну в хорошем состоянии, от двух восемьсот, ну может быть двух семиста до четырех тысяч спокойно. Вот. Так что рассчитывайте тоже, когда поедете сюда. Я не знаю, сколько это будет в евро. Можете посчитать. Ну вот мы сейчас, например, где-то снимаем, по-моему, где-то за три четыреста. Но это я посчитала с риэлтором. Квартира так вообще сдавалась меньше, где-то две девятьсот. Плюс я прибавила риэлтора, просто разделила год на месяца. Вот примерно двенадцать месяцев. Так мы рассчитываем арендовать эту квартиру. Вот вышла сумма где-то примерно, ну в общем, сейчас не углубляясь по счету, но примерно три четыреста. Вот. Обычно в таком диапазоне цены мы и смотрели квартиры где-то три триста. То есть за две девятьсот это просто как-то повезло. Ну и вот до этого мы арендовали в Кракове, например, за две триста, но без риэлтора. Была достаточно хорошая находка этой квартиры. Сейчас, кстати, вам покажу. Здесь красивый фонтан. Я общалась тоже со знакомыми, которые уже снимали квартиры. И в основном арендодатели повысили ну от трехсот злоток до пятиста. Приблизительно в среднем. Может у кого-то больше. Не знаю, кому повысили на большую сумму. Напишите в комментариях. Очень интересно, как в этом тоже обстоят дела. Ну а для вновь прибывших, конечно, квартиры обойдутся дороже. Рассчитывайте на эти суммы. Я думаю, квартиры подорожали не только, естественно, в Польше, но и везде. Фактически по всему миру, скорее всего. Потому что поток иммигрантов, думаю, колоссальный везде. Ну и, в принципе, инфляция и цены на недвижимость, конечно, растут. Ну и еще одна дополнительная особенность, которая появилась, это то, что арендодатели хотят страховаться. И вроде по польскому законодательству то ты не можешь выселить человека, даже если он не платит за аренду квартиры, если ему некуда идти. И для этого арендодатели сейчас предлагают составить такой нотариально заверенный договор, что если при условиях, что со стороны арендатора не будет поступать платежей за квартиру, он обязан съехать и обязан тоже найти место, куда съедет. То есть в этом договоре должен быть указан адрес, куда вы съедете. И там должны быть данные квартиры того человека, куда вы в таком случае будете перемещены. У нас, слава богу, есть здесь очень хорошие друзья, поляки. У них есть квартира, и они любезно нам с этим помогли. Но я понимаю, что не у всех есть такие знакомые, и с этим может быть проблема. То есть не каждая квартира, которая вам понравится, может быть вами арендована из-за этого условия. Но есть какой-то процент квартир, где арендодатели такой договор не требуют. Хотя, конечно, очень большой процент тех, кто сейчас вот таким образом застраховывает. Ну и какие еще нюансы можно отметить? Обратите внимание, что в цену указанную на сайте за квартиру не входят услуги риэлтора. Обычно там написано агентство или нет. Обычно агентство или риэлтор частные берут месячную стоимость квартиры. То есть если квартира стоит 3 тысячи, то агентство берет такую же сумму. Также туда не входят коммунальные услуги. Это тоже может быть разная сумма в зависимости от системы топления и других каких-то особенностей жилого комплекса или жилья, в котором вы будете реандовать квартиру, тоже может варьироваться, ну не знаю, наверное, от 300 злотых до 1000. Вот, все по-разному, поэтому все нужно, конечно, узнавать. И нужно будет заплатить кауцию, то есть эта кауция это возвратная стоимость. Просто вы оставляете такой залог хозяину квартиры и по выезду, если с квартиры все хорошо, он вам эту кауцию возвращает. Подытожу по сумме, которую вы, скорее всего, заплатите за двухкомнатную квартиру в первый месяц. Берем, например, квартиру, которая стоит 3000 злотых. Даже без услуг риэлтора, скорее всего, нужно будет платить кауцию, залог. Он составит минимум 3000 злотых. А, возможно, это будет и двухмесячная стоимость квартиры, и может быть их трехмесячная стоимость. Ну ладно, возьмем минимальную 3000 злотых. То есть стоимость квартиры плюс залог это уже 6000 злотых. Плюс еще коммунальные. Приблизительно возьмем 500-600 злотых. И это прям минимальная-минимальная сумма, которую вы заплатите в первый месяц. Но вероятность того, что она будет выше, конечно, высока. И нужно на это обязательно рассчитывать и иметь в виду. Ну и последний момент, про который хотела сказать – это виза. Возможно, кто-то не знает, что в связи с карантинными мерами в Польше национальные визы, а у меня виза «Полон Бизнес Харбор», они, оказывается, продляются. Мы узнали об этом буквально недавно, когда встал вопрос, потому что сегодня 30 сентября, и это последний день действия моей визы. И нужно было что-то решать, так как карты побыта, вида на жительство у меня еще, к сожалению, нет. Мне еще не дали. Вот, как говорил, у мужа уже есть, а у меня нет. Но обязательное условие продления визы, что на момент окончания ее последний день вы должны быть на территории Польши. Иначе, в противном случае, если вы где-то будете за пределами, она не продляется. Такое условие, поэтому я сейчас приехала на неделю сюда, и завтра буду отсюда выезжать. Еще раз уточню у пограничных служб, не будет ли у меня проблем с въездом, может быть, нужно будет что-то написать, или они что-то должны будут там на границе у себя отметить. Будем, в общем, узнавать опытным путем, как это продление будет происходить, и не будет ли у меня в будущем проблем со въездом. Так что, пожелайте мне удачи. Я вам тоже всем желаю огромной удачи, чтобы все было хорошо, особенно в это нелегкое, сложное время для всех. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Если скучали, поддержите обязательно лайком, напишите что-то приятное в комментарии. Я на самом деле очень по-моему соскучилась, так что буду возобновлять работу канала, и, надеюсь, увидимся уже очень-очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok